Они такой тут подняли крик, что старик с улицы прибежал. Ну баба, ну даете, ну нашли разлучницу. Да она это, кажется, выпить-то не дурак. Нос красный, шишка. Да и крючком тебе говорят, крючком, уточкой, уточкой, уточкой. Елена Алексеева не новичок на сцене, поэтому легко вживается в образ и получает заслуженную награду. Репертуар у участников 11-го областного конкурса чтецов «Живое слово» разнообразен. Басни, проза, стихи собственного сочинения. Из небольшого, даже камерного мероприятия через десятилетия конкурс превратился в литературный праздник областного масштаба. В четверг на большую сцену кукольного театра выходят лучшие декламаторы. У нас уже более ста участников, для нас это тоже нормально. А самое главное, что это все одни и те же. Мы их знаем и каждый раз встречаемся как с друзьями. Это очень приятно. Конечно же, ждем этой встречи. Их было двое. И они победили. Они победили. И в квартире на восьмом этаже появился новый шелест. И он действительно грызет ботинки. София – самая юная участница конкурса. Ей всего шесть лет, но произведение, которое она выбрала для своего дебюта на «Живом слове», для такой малышки непростое. Обладательница гран-при выучила его всего за два дня. Тема оказалась уж очень близка. Равно как и Женька из рассказа, девочка искренне мечтала о четвероногом друге. У тебя собака-то есть? Да, у меня. Наша собака родила восемь щенков. В жюри конкурса заслуженные деятели искусств, литераторы, актеры. Те, кто пишут и те, кто профессионально работают на сцене. Поэтому оценки, данные мастерству участников, действительно справедливы. Как правило, кто хоть раз испытал себя на этой сцене, обязательно снова пробует свои силы на следующих конкурсах. А некоторые годы спустя приходят в творческие профессии. Редактор субтитров А.Семкин